Начинаем 17 главу. Сначала я прочитаю текст, чтобы его было хорошо слышно в камеру, и потом мы так по стихам будем обсуждать. 17 глава. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд на великую блудницу, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и увидел жену я, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена, и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, и которого нет, есть восьмой, из числа семи, и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли, и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей. И те, которые с ним, суть званные, и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его. Исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Вот такая вот у нас семнадцатая глава. И теперь мы потихонечку, стих за стихом, уже очень многие образы, которые мы здесь встречаем, они нам знакомы, на них мы долго задерживаться не будем, но встречается ряд новых, или тех, которые мы затрагивали в предыдущих главах, но они остались не до конца раскрытыми. Главный образ, и главный персонаж семнадцатой главы, который больше всего обсуждается, Великая Блудница. Первый стих. «Подошел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и говоря со мной, сказал, подойди, я покажу тебе суд над Великую Блудницей, сидящую на водах многих». То есть все события, которые мы сейчас прочитали, это суть описания того, как будет происходить суд над этой Великой Блудницей. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим слово «блудница», то есть мы подразумеваем, когда вот этот вот образ берется, подразумевается, что это женщина, которая занимается блудом. То есть, если мы говорим человеческим языком, то спит с разными мужчинами. Как вы думаете, что может скрываться за этим образом? То есть с кем на самом деле должна была эта женщина спать? Какие есть идеи? То есть когда мы говорим о блуде, то есть речь идет о том, что она спит не с тем, с кем надо. Значит, с кем-то она должна была спать. Вот это то, что мимо Господа, то есть не с Господом. Не с Господом. А дальше, потому что как мы можем с тем или с кем она там должна? Все относительно Господа, и относительно веры. Да, относительно. И исполнение его заповедей. Вот этот вот образ того, как женщина спит с мужчиной, он в себе постоянно скрывает одну и ту же, один и тот же процесс. И это на самом деле процесс познания. То есть помните, вот это вот греческое слово «эгно», которое переводится как «познал», «узнал». То есть оно в Библии очень часто символизирует процесс взаимоотношения мужчины и женщины. Когда Адам, помните, «познал Еву» написано. Не просто он там с ней переспал, там или еще что-то там делал. «Познал». Вот это вот слово, оно и в еврейское слово «иуда» означает то же самое. «Познал», «узнал». Взаимоотношения мужчины и женщины на библейском языке, когда мы описываем, что они друг с другом спят, в реальности это означает, что это какие-то люди, которые должны были познать одно, но они блудодействуют с другим. Женщина в Библии это всегда символ какого-то собрания, собрания каких-то людей. То есть это группа какая-то людей. Есть же жена, например, женщина, которая жена Христа, церковь, да, мы уже знаем этот образ, он уже раскрыт. Также в Библии встречаются и другие женщины. Одна из этих женщин, великая блудница, которая должна была спать с Господом, познавать она должна была Господа, но вместо этого второй стих говорит о том, что с нею блудодействовали цари земные. То есть занимается она тем, что она познает, слушает фактически то, что хотят земные цари. Понимаете? То есть она блудодействует с земными идеологиями, какими-то философиями и так далее, тем, что выгодно интересам земных царей. При этом, благодаря вот этому блудодейству, она получает определенную власть, эта блудница. И мы об этом прочитаем чуть-чуть дальше. Третий стих говорит нам. «Повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами». То есть она едет на этом большом звере. Мы уже проходили, когда мы изучали предыдущие главы, что зверь – это государство, символ государства, какого-то большого царства. Дальше мы еще разберем подробнее про семь голов и десять рогов. И смотрите, это жена мало того, что она едет верхом на этом звере, жена обличена в порфиру и багряницу. Порфира и багряница – это одежда царей. Если вот те же самые абсолютно слова, они используются в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 2 стих. Помните, когда Иисусу одели на голову терновый венец, и вот одели на него порфиру. В Евангелии от Иоанна используются слово порфира, Евангелие от Матфея, 27 глава, 28 стих. Используются слово багряница, те же самые греческие слова, которые стоят здесь. То есть, это такая алая накидка, которая символизирует царство. То есть, это жена. Одета, когда в эту одежду, это означает, что она царствует, она едет верхом на этом звере, царствует на земле, делает, делает, что хочет. Украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. То есть, она богата, у нее как бы не только власть, еще и деньги есть. То есть, она обладает, ну, фактически, и богатством, и властью, и царством на земле, делает, что хочет. Благодаря чему она это все получила? Благодаря тому, что блудодействует с царями земными. И смотрите, еще один момент. Образ вина. Вино блудодеяния. Мы уже тоже проходили, этот образ будет встречаться несколько раз еще в этой главе. Второй стих говорит, что вином ее блудодеяния упивались все живущие на земле. Как вы думаете, что такое вино этого блудодеяния? Вот мы сейчас эту главу прочитали. Есть какие-то идеи? В принципе, этот образ открывается в этой главе. Кровь святых. Кровь святых. Шестой стих, действительно. И видел, что жена упояна была. Или в греческом подстрочнике женщина опьянена. То есть, это не просто, что она напилась, она именно опьянела от этого вина. Упояна была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. То есть, вот это то, от чего она пьянеет. Мы уже разбирали, что вино в Библии символ, это кровь виноградов, да, то есть, это кровь и вино, они всегда очень схожие символы. И вот этим вином блудодеяния упивались живущие на земле. Все живущие на земле. Дальше мы это еще тоже прочитаем. Итак, вот она едет на звере, в порфире, багрянице, украшенное золотом, камнями, жемчугами, держит в руке вот эту вот золотую чашу, в которой как раз вот это вот самое вино, и в четвертом стихе называется это вино, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействия ее. То есть, вот это вино блуда. Пятый стих. На челе ее написано имя Тайна, Вавилон Великий, Мать блудница, и мерзостям земным. Мы уже не раз встречали вот этот вот образ, что какое-то имя пишется прямо вот на челок, пишется на лоб. В книге Откровений мы уже встречали, когда имя Бога писалось на чело всем имя, которое было записано в книге, да, то есть, верующие люди, они носят на себе имя Бога. Также мы встречали, что зверь то государство, да, большое, которое будет вести войну со всеми святыми, оно положит свое имя или число имени его всем людям, которые живут на земле. Второй раз мы узнали, что имя пишется на чело. То есть, это образ, который отражает свою принадлежность, то есть, самоидентификация, как человек идентифицирует себя верующий человек, он носит на себе имя Бога. Например, я называю себя христианин, я ношу на себе имя Христа. Человек, который, например, американец, говорит, вот он весь такой американец-патриот, он носит на себе имя Америка, да, то есть, его самоидентификация. Человек называется русским, он на себе носит имя Россия. Здесь это блудница, она носит на себе тоже имя, То, кем она сама себя считает, в первую очередь, тайна, великий Вавилон, мать блудницами и мерзостями земли Это то, что ее идентифицирует Немножечко мне, например, непонятное слово «тайна» здесь То есть, что именно обозначает слово «тайна» Почему взято имя Вавилон? У меня есть две идеи То есть, первое, этимология самого слова Вавилон обозначает смешение То есть, намешано в нее что угодно То есть, там большое смешение различных теорий, идеологий и так далее Потому что она спит с различными царями земными И вот, под какую нужно там интересы, под очки человеческие подстроиться Она легко подстраивается Мы должны понимать, что если эта женщина должна была спать с Господом И совершенно все действительно это указывает Поэтому она именно и блудница То эта женщина есть какая-то религиозная организация Это какая-то организация, которая должна была быть церковью Та, которая должна была то собрание людей Та группа людей, которые должны были познавать Господа Следовать за Господом и так далее Но вместо этого они выбрали подстраиваться под царей земных Гнать свидетелей Иисусовых Потому что вот эта вот жена упояна была кровью святых И кровью свидетелей Иисуса То есть, этим людям истина им не нужна Они готовы любых людей, которые проповедуют истину Или еще что-то, когда это входит в конфликт, в разрез с ее собственными интересами Даже убивать То есть, она хочет разбогатеть Она хочет властвовать на земле Она должна была быть церковью, но не стала ее И смотрите еще Она же является мать-блудницей То есть, от нее происходят другие собрания Другие блудницы Те, которые идут и блудят уже по своим интересам Почему еще? Что еще говорит в поддержку того факта, что это должна быть именно какая-то религиозная организация Которая должна быть церковью Если мы немножечко так вперед забежим и заглянем в 18 главу 18 глава, 4 стих Он очень интересно говорит о ней Когда Бог говорит ей «Выйди из нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам» То есть, в ней, в этой жене, сейчас, находится народ Божий Мы, так или иначе, верующие люди, мы принадлежим Ну, или многие из нас, во всяком случае Они идентифицируют себя с какой-либо там религиозной организацией У этой организации религиозной, которая должна быть, по идее, просто обычной христианской церковью Но, тем не менее, она выбрала себе статус государственный Потому что прелюбодействует с земными царями или еще что-то И, к сожалению, вот эта церковь, она уходит в сторону Она начинает блудить Она начинает подстраиваться вместо истины Она начинает подстраивать под свои какие-то интересы То учение, которое, скажем так, Христос принес на землю Они начинают гнать настоящих святых свидетелей И свои какие-то интересы удовлетворять Это мерзость То есть, пятый стих называет, что это мерзость земли То, что происходит Шестой стих Я видел, что жена упоена была этой кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых И, видя ее, дивился удивлением великим Сказал мне ангел Что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее Имеющего семь голов и десять рогов Дальше у нас идет описание зверя Мы уже встречали этого зверя, когда проходили тринадцатую главу Давайте мы прочитаем, что говорит нам здесь Здесь ум, имеющий мудрость Семь голов, суть, семь гор, на которых сидит жена И семь царей Из которых пять пали Один есть, а другой еще не пришел И когда придет, недолго ему быть Семь голов Семь гор, на которых сидит жена Мы разбирали, я уже не помню точно на каком уроке Образ гор То есть гора, это всегда символизирует какую-то определенную духовную высоту Какую-то идеологическую высоту Потому что есть Божья гора Божья идеология, откуда пришел Христос Откуда вот этот камень спал Гора Силон И есть другие горы и холмы, которые люди символизируют какие-то человеческие мысли Какие-то человеческие идеологии и философии Вот здесь есть семь голов, семь гор и семь царей То есть все это символ человеческих каких-то мыслей Человеческих каких-то идей Дальше Из семи царей Это могут быть Кроме того, что это идеологии Это могут быть и прямые личности То есть могут быть какие-то лидеры Ну как мы, например, знаем Что есть там, например, идеология коммунизма И есть лидер у нее там Ленин, да, или там фашизм И есть лидер Гитлер То есть не суть Главное то, что идеология, она начинает управлять людьми И у нее всегда есть вожак, всегда есть царь-лидер Их может быть несколько этих царей На одной и той же горе И на одном и том же звере, например, мы увидим, что у него было еще там 10 этих рогов Семь царей, из которых, смотрите Пять пали Один есть, шестой, да А другой еще не пришел Но когда придет, недолго ему быть То есть вот сегодня получается у нас семь И зверь, который был и которого нет Есть восьмой из числа семи И пойдет в погибель То есть что происходит Вот из этих пяти Одного И еще седьмого, который еще не пришел Но которому недолго быть Один из них Он оживает То есть его не было И он становится заново То есть вот такой вот произойдет процесс Когда мы с вами проходили Тринадцатую главу Вы помните? Там тоже как раз был вот этот вот самый момент Мы с вами его так немножечко обсуждали Когда одна из голов зверя Одна из семи голов зверя Которая была ранена мечом Четырадцать стих говорит, да, что от меча Была рана Рана была смертельная То есть она умерла Но произошло такое чудо Что эта рана зажила И Нужно было поклоняться людям Этому зверю У которого Смертельная рана исцелела То есть здесь смотрите Происходит то же самое Один из царей падает И оживает уже под числом восемь Приходит опять Именно этот восьмой И есть этот зверь Который пойдет в погибель То есть совершенно очевидно Что речь во всех этих стихах Она идет о том Как будет передаваться власть Вот в этом вот государстве большом Который вот этот зверь есть Еще один интересный момент В двенадцатом стихе Десять рогов, которые ты видел Суть десять царей Которые еще не получили царства Но примут власть со зверем Как цари на один час Они имеют одни мысли И передадут силу и власть своих зверей То есть произойдет Какое-то событие Которое передаст сначала Всю власть вот этим вот царям Десяти, да На один час И эти цари Они поднимут Власть вот этого зверя Передадут всю власть ему Это какие-то политические события То, как будет это все происходить Как именно Что именно То есть мы пока не знаем Но мы знаем вот примерный сценарий По которому будет передаваться Власть То, по каким принципам Мы можем идентифицировать Происходящие события То есть Один из ключевых принципов Которые вот здесь Мы можем так вот разглядеть То, что Должно произойти Какое-то удивительное событие Когда Один из царей Которого не было Который уже как бы Отошел Он возвращается Вот То есть вот Или то, что называется В тринадцатой главе Что одна голова Получила рану от меча Но тем не менее Она зажила Эта смертельная рана И Зверь ожил Не зверь, а голова Еще раз То есть Как точно все это будет происходить Мы не знаем Мы видим лишь примерный сценарий Что будет происходить Совершенно точно Совершенно определенно Это четырнадцатый стиль То есть Они Вот этот вот зверь Вот эти вот цари Они будут вести брань с агнцем И агнец победит их Ибо он есть Господь господствующих И царь царей И те, которые с ним Суть званные Избранные и верные Вы помните Две битвы, да? В первой битве Зверь побеждает всех святых Святые вели борьбу Без участия агнца Тогда еще И они проигрывают Два пророка Проигрывают Погибают И так далее Но потом Они будут еще вести Брань с агнцем И вот в этой уже борьбе После второго пришествия Они победить не могут Почему они не могут победить? Потому что Господь Есть Господь господствующий И царь царей Которые с ним Суть званные Избранные Верные В идеологической борьбе Против истины Ложь устоять не сможет Никогда То есть Финал всегда Что агнец побеждает Пятнадцатый стих Говорит мне Воды которые ты видел Помните да Первый стих Великая блудница Сидит на водах многих Мы уже разбирали этот образ Вод Многие воды Здесь вот совершенно Четкое есть определение Воды которые ты видел Где сидит блудница Есть люди И народы И племена И языки Вы помните Как звери выходят Из этих разных вод Да или вот этот образ моря То есть Языческий мир Разные люди Разные народы Разные мнения Философия Идеология И так далее Это вот все и есть Эти воды Вот на них сидит Блудница Из них Выходит зверь То есть Вот этот образ Раскрывается В пятнадцатом стихе Шестнадцатый стих Говорит нам о том Что десять рогов Которые ты видел Мы уже читали выше Что это десять царей Да Именно сии Возненавидят блудницу И разорят ее Обнажат ее И плоть ее съедят И сожгут ее в огне То есть Разойдет удивительное событие Вот это событие Оно явный такой Флаг Когда мы сможем узнать Что это происходит Событие последних дней То есть Сами же вот эти цари Сами эти государства Они развернутся Против вот этой вот Религиозной организации Против религиозной структуры То есть цари Которые до этого Они прелюбодействовали с ней То есть Их интересы Скажем так Сходились Здесь произойдет то Что они ее истребят То есть Вот эту вот Государственную Религиозную машину Вот это вот Вот это вот Собрание Людей Которые уклонились От веры Должны были следовать Господу Но следовали Там каким-то Земным интересам Сами же вот эти вот Цари Они это все закончат Мы уже говорили О том что Зверь И вот Цари Рога И так далее То есть Это огромное Такое Атеистическое государство Они уничтожат Даже ту религию Которая Будет Ну На сегодняшний момент Скажем так Блудодействует с ними То есть Даже вот это Они уберут Почему так произойдет Потому что Бог положил на сердце Исполнить Исполнить волю его Исполнить одну волю И отдать Царство Их зверю То есть Должно Быть Полностью Царство Отдано Атеистическому Государству Вот этому Никакая блудница Не должна царствовать Носить порфиру Там или еще что-то Все то Что связано с Богом Оно будет Уничтожено Доколе Не исполнится Слава Божьей 18 стих Жена же, которую ты видел Есть великий город Царствующий над земными царями То есть Сейчас Она царствует Над земными царями Произойдет событие Которое В 16 стихе Когда цари Возьмут вверх над ней И уничтожат ее Великий город Называется Эта жена Вы помните Что Израиль Иерусалим Тоже называется Великим городом Мы Церковь Называемся Великим городом Мы и есть Этот Иерусалим Здесь есть Вавилон В котором есть Мишени И в котором Есть еще одна Важная вещь Плен Вы помните Что Израильский народ Находился Многое Несколько столетий В плену У Вавилона И Название Самого Вавилона Оно в том числе Символизирует Не только Смешение Различных Языков Еще и Символизирует Плен Именно поэтому Мы переходим Сейчас в 18 главу 4 стих И услышал я Иной голос Неба Говорящий Выйди От нее Народ мой То есть Произойдет Исход Людей Из этого Плен Из этого Вавилона Чтобы не участвовать В грехах И не подвергнуться Язвам ее То есть В определенный момент Люди Верующие люди У нас есть Братья Среди любых Религий Среди любых Уклонившихся Организаций Уклонившихся От чего? От истины Почему люди Уклоняются От истины? Потому что Начинают следовать Каким-то Интересам Человеческим То есть Это может быть Богатство Это может быть Власть Это может быть Еще что-либо Ну Если вы посмотрите Любая Религиозная Организация Человеческая Какая-то То есть Которая управляет Не Господь Которая управляет Любой Человеческий Лейер То есть Она Уходит в сторону Исключительно Из-за каких-то Плотских Интересов Потому что Христианин Ну А что ему? Куда ему уходить? Он всегда ищет Правды То есть Ему больше Особо ничего не нужен Вот А плоти Ей нужно много чего Ей нужна и слава И деньги И так далее Давайте мы в 18 главу Сейчас в первый стих вернемся После всего я увидел Иного ангела Сходящего с неба Имеющего власть великую Земля осветилась От славы его Воскликнул он Сильно громким голосом Говоря Пал Пал Вавилон Великая блудница Сделался Жилищем бесов Пристанищем Всякому Нечистому духу Пристанищем Всякой Нечистой Отвратительной птице Ибо Яростным вином Блудодеяния И она напоила все народы Бесы Нечистые духи Нечистые птицы Нечистая птица Это тоже в принципе Вообще говоря Птица Это символ Где-то он ассоциируется С ангелами Где-то он ассоциируется С духами То есть На библейском языке Это какая-то Опять же Теория Какая-то идеология Вот вся вот эта вот Нечистота Она проникает Внутрь Вот этого вот Вавилона Вот этого собрания людей Становится Вавилон Вот этот вот Становится Жилищем То есть Там Разные вот эти вот Нечистые теории Все эти Домыслы Все эти Лжеучения Они внутри Процветают Они там становятся Это становится Их дом Яростным Вином Булдодеяния Она напоила Все народы То есть Это опять же Говорит о том Что все Разные люди Участвуют Во всем Вот этом Булдодеянии То есть Вполне возможно Что здесь идет Еще и символика Того что Из разных народов То есть Идеология Она внутрь В себя Тянет Из разных культур Может быть Но то что Цари земные Любодействовали с ней Это совершенно точно Об этом говорит Третий стих И еще смотрите Купцы земные Разбогатили От великой роскоши И ее То есть Деятельность ее Направлена Не на то Чтобы сеять Там семя божье Или еще что-то А на то Чтобы роскошествовать На то Чтобы набрать Богатство И это выгодно Земным купцам Потому что Они начинают Торговлю Мы знаем Что Религиозная машина На планете Земля Она обладает Именно Вот этим Свойством Что Крутятся Очень большие деньги Но Голос с неба Говорит Выйдя от нее Народ мой Чтобы не участвовать Вам в грехах Не подвергнуться Язвам ее Ибо грехи ее Дошли до неба И Бог Воспомянул Неправды ее Воздайте ей Так как она Воздавала вам И вдвое Приготовьте ей По делам ее В чаши В которой она Приготовляла вам вино Приготовьте ей вдвое Скажите В какой чаше Она приготовляла Нам вино Она же нам Приготовляла вино Это же голос Народу моему Бог говорит Сколько славилась Она и роскошествовала Столько Воздайте ей Мучений И горести Ибо она Говорит Сердце Своем Сижу Царицу Я не вдова Я не увижу Горести Это совершенно Не отражает Все эти слова Поведения Настоящей церкви Церковь не царствует На земле У нее есть Царь Господь Церковь Сейчас Находится Без Иисуса Христа И не говорит Такого Что я не вдова Я никогда Что не увидит Горести Такого тоже Как бы не должно быть Но Вот у этой Блутницы У нее Вот такие вот слова Она царствует Славится Роскошествует И призыв Воздайте ей Столько же Как бы мучений Горести Восьмой стих Зато В один день Придут на нее Казни Смерть И плач И голод И будет сожжена Огнем Потому что Силен Господь Бог Судящий ее Кто Именно Уничтожит Вот эту вот Блудницу Семнадцатый стих Ой Семнадцатая глава Она говорит Что это как раз Вот эти вот Десять царей Которые придут На один час Которые передадут Власть зверю И вот зверь Все эти цари Вот они Именно И Возьмут Над ней вверх То есть Они ее Уничтожат И сожгут Вот В один день То есть Это событие Которое Происходит очень быстро В другом месте Написано Что в один час Десятый стих Стоя издали Сейчас Одну секундочку Одну секундочку Десятый стих Стоя издали От страха И мучения И говоря Горе, горе тебе Великий город Твои Велон Город крепкий Ибо в один час Пришел суд твой То есть Это событие Которое наступит Очень быстро То есть Раз и вдруг В одночасье Все у нее Будет Отнято Все у нее Будет Разврено Все это Будет Закрыто Сожжено И так далее И дальше Девятый стих И вас плачут И возрыдают Они цари земные Блудодействующие И роскошествовавшие С нею Когда увидят Дым от пожара Ее Стоя издали От страха И мучений Говоря Горе, горе тебе Великий город Велон Город крепкий Ибо в один час Пришел суд Твой Вот такой вот суд То есть Это Всем этим процессом Несмотря на то Что Злое делается Руками Как бы Неверующих людей Земных царей Вот этого Зверя И так далее Всем этим процессом Управляет Бог Когда мы Начинаем читать 17 главу Помните Да Что начинается С того Что ангел Говорит Сейчас я покажу Суд Над великой Вот этой Блудницей И вот этот Суд Происходит В один час Пришел суд Твой Купцы земные Восплачут И возрыдают Они Потому что Товаров Их никто Уже не покупает Товаров Золотых И серебряных И камней Драгоценных И жемчуга И виссон И порфира И шелка И багряницы И всякого благовонного дерева И всяких изделий Слоновой кости И всяких изделий Из дорогих дерев Из меди Из железа И мрамора Корицы Фемиама Мира Ладана Дина Елея И муки И пшеницы И скота И овец И коней И колесниц И тел И душ Человеческих Чем Торгуют В этом городе Чем торгуют В этой организации Всем торгуют Всякими разными Деревьями Медью Изделиями Из железа И так далее Все это продается На всем этом делаются Деньги Роскошествуют Таким образом И купцы И сама эта блудница А самое главное Что продаются И тела И души Человеческие То есть Вот Что за Торговля Идет Помните Когда Иисус Изгнал всех Торговцев Из храма И сказал Что в храме Дом молитвы Наречется А вы сделали Из него Твертеп Разбойников То есть Вот Твертеп Разбойников Он продолжает Своё существование Вплоть До этого Момента Когда Бог Совершает Суд Над Вот этой блудницы 14 стих И плодов Угодных Для души Твоей Не стало У тебя Какие плоды Были угодны Для души Этой блудницы Вот эти вот Плотские Вот эти вот Всякие Драгоценные И так далее И всё Тучно И блистательно Удалилось От тебя И ты уже Не найдёшь Его Торговавшие Всем сим Обогатившиеся От неё Станут вдали От страха Мучения Её Плача И рыдая И говоря Горе-горе тебе Великий город Одетый в весом И в порфиру И багряницу Украшенный золотым И камнями Драгоценными И жемчугом Ибо в один час Погибло Такое богатство Вот За что Они будут переживать Хорошо И видя дым От пожара Его запили Говоря Какой город Подобен Городу великому И посыпали Пеплом Головы свои И вопили Плача И рыдая Горе-горе тебе Город Великий Драгоценностями Которого Обогатились Все Имеющие корабли На море Ибо Опустел В один час Веселись о сём Ибо И святые апостолы И пророки Ой Минуточку Веселись о сём Небо И святые апостолы И пророки То есть Одни люди Вот при этих всех событиях Они очень переживают За что они переживают? Они переживают за богатство Они переживают за деньги За какие-то власть И так далее То, что у них было То, что их кормило Вот Верующим же людям Небу И святым апостолам И пророкам Говорится Веселись Наоборот об этом Потому что Слава Богу Что это наконец-то Закончилось Ибо совершил Бог суд Ваш Над ним То есть Это наш суд Над Вот этим вот Городом Вавилоном Да И один сильный ангел Взял камень Подобный Большому Жернову И поверг В море Говоря С таким стремлением Повержен будет Вавилон Великий город И уже не будет его Вообще Вот этот вот образ Привязывания Жернова На шею Ну он еще встречается То есть Иисус говорил Что лучше бы Такому человеку Чтобы ему Жернов Привязать То есть Это Быстрая такая Стремительная Смерть Вот с таким Стремлением Довержен будет Вавилон Великий город И голоса Играющих на гуслях И поющих И играющих на свирелях И трубящих Трубами В тебе Уже не слышно будет Смотрите Что происходит еще В этом городе Там играют на гуслях Поют Трубят Трубами И не будет уже в тебе Никакого художника Никакого художества И шума от жерновов Не слышно уже будет в тебе Шум от жерновов Вообще Вот этот вот процесс Того Когда что-то молотится Перемалывается Это Как ни странно Как ни странно Но это Символика Какого-либо Учения То есть Когда люди Что-либо Учат Чему-то Приносят Какие-то там Знания Или еще что-то Такое Например Павел Помните Когда толкует Ветхий завет А конкретно Заповедь Не заграждай рта Валу молотящему Он говорит Что Бог говорит о нас То есть Об учителях О тех Которые Приносят И что-то Разжевывают Молотят Фактически Вот это вот Зерно Которое Бог посеял Божье слово Бог сеяет Зерно Они молотят Разжевывают Приготовляют Из него Пищу Духовную То есть Речь идет О духовных Вещах Совершенно Не о простом Зерне И свет Светильника Уже не появится В тебе Все верующие Ушли Да Оттуда Голос Как раз В идее На вот Мой И голоса Жениха И невесты Не будет Уже слышны В тебе Ибо Купцы Твои Были Вельможи Земли И волшебством Или В буквальном Греческом Переводе Чародействие Чародейством Введены В заблуждение Все народы Еще одна Отличительная Черта Вот этой Жены Что она Обманывает Каким-то Волшебством Или чародейством То есть Внутри Вот этой Религиозной Организации Происходят Какие-то Чудесные События Волшебные Такие За которыми Люди туда ходят И обманываются В нем То есть В этом Чародействе Найдена Кровь Пророков И святых И всех Убитых На земле Либо В нем Символизирует Что не Вчародействие А в нем Вавилоне То есть Может быть Вот это А в принципе Сейчас Извиняюсь Что я заранее Не посмотрел Сейчас я посмотрю Род Этого слова А ну да Под дословный перевод В ней Кровь Пророков И святых То есть Это в Вавилоне Найдена Кровь Святых И пророков То есть Эта Религиозная Организация Она убивает Святых Пророков То есть Именно Она Отдает Истину На Заклание Кто Распел Иисуса Христа Если Мы Возьмем Проведем Параллели С событиями Прошлых Лет То есть Зверь Это у нас Будет Римская Империя У нее Есть Рога Там И так далее Это Различные Ее Цари Но Блудницей Это Была Еврейская Религиозная Организация Фарисеи Саддукеи И так далее То есть Распяли Христа Несмотря На то Что Руками Римлян Реально Как бы Кровь Пророков И святых Кровь Конкретно Иисуса Христа В том Случа Она На На Вине Вот Этих Вот Этой Религиозной Машины Религиозной Организации Она Будда Действует С царями Как Тогда Там С Иродом И С Римской Империей То есть К сожалению То Чем Занимается Человеческая Человеческая Религиозная Структура Девятнадцатая Глава После Сего Я Услышал На небе Громкий Голос Как бы Многочисленного Народа Который Говорил Аллилуйя Спасение И слава И честь И сила Господу Нашему Ибо Истинно Неправедно От То есть Очень Сложно Людям Прийти К Вере Я Вот Недавно Разговаривал С одной Женщиной Очень хорошей Женщиной Она могла Быть Очень Хорошей Верующей Дай бог Что она Когда Нибудь Станет Она Говорит Конкретно Что Меня Очень Сильно Сдерживает То Что Христиане Делают Удивительно Ужасные Вещи Я Говорю Вы Не задумывались Что Может Делают Люди Которые Называли Себя Христиан Потому Что Само Христиан Никак Не Учит Ничего Плохого Делать Она Начала Вспомнила Про Крестовые Походы И Про То Как Люди Различных Верований Друг Друг Убивают Про Различные Инквизиции Процессы Галилеи И так Далее Я Изучал Эти Процессы Галилеи Почему Например Церковь Так Себя Повела Опять Во Во-первых Библейский Буквализм Взяли Стихи Из Псалмов Что Вот Земля Утвердил Ты Господь Ее Незыглема И Непоколебима И решили Что Она Вертеться Не Может Именно Из-за Этого Это Все Проблемы Незнание Нежелание Знать Или Какие-то Свои Корыстные Интересы Из-за Вот Этого Любодейства Происходит Растление Люди Отворачиваются От Веры Они Не Хотят Верить Это Является Очень Большим Сдерживающим Фактором Мне Например Мне Самому Было Очень Сложно Прийти К Вере Тоже По Принципе Той же Самой Причине То Мне Как Человек С Университетским Образованием Поверить В то Что Не Было Динозавров Для Меня Это Было Действительно Сложно Я Не Мог Принять Обычное Буквальное Пока Бог Совершил Все Мое Научение Пока Я Разобрался В библейских Образах И могу Понимать Хотя бы Смысл Того О чем Говорится Это Чудо Для этого Чтобы Дойти Через Большое Количество Препятствий Нужно Человеку Перейти Чтобы Понять Что Оказывается Речь Идет Совершенно Другом То же Самое Когда Я открывал Просто Книгу Откровений В начале Для меня Это Было Просто Чушь Нет Учения Почему Нет Учения Потому что Многие Боятся Просто Напросто Идти Против Гос Машины Не Государственного Неправильно Будет Сказано Против Человеческой Вот этой Организации Против Человеческой Машины Утвердившейся Какой-то Защищающей Свои Интересы Но Тем Не Менее Рано Или Поздно Истина Придет На Землю И Совершит Суд И Суд Осудит Вот Своих От руки Ее Второй стих Говорит И вторично Сказали Аллилуйя И дым Ее Восходил Во веки Веков То есть Этот процесс Горения Дымения Вечного Это опять же Тоже символика Того Как Та или иная Идеология Те или иные Личности Лидеры Направления Движения Собрания И так далее Как они будут Осуждены В вечности Как мы сейчас Например Мы можем осуждать Фашизм То есть Вот эта идеология Которой верили Миллионы Десятки Сотни миллионов Людей Искренне верили То есть Я уверен Что очень многие Действительно считают Что почему бы и нет Сделаем Лучше человечество И все такое То есть Мы сейчас Можем уже Эту идеологию Осуждать Благодаря чему Мы можем ее осуждать Благодаря тому Что столько Крови было пролито Столько Как бы Было Ну то есть Это все Очень большой Жертвой Далось Но теперь Дым Вот этого Учения Он восходит Я надеюсь Что вечно Будет восходить И все люди Будут помнить О том Что Ну вот так Вот делать На самом деле Не нужно Вот такая Такие вот у нас 17-18 Начало 19-й главы Которые Разбирают Вот этот Образ Жены Итак Давайте еще раз Подведем Кратенько Что мы узнали Жены Первое Имя Вавилоня Означает Смешение Также является Символом Плена В котором Находятся Верующие люди Было Вавилоня События эти Все описаны В этом Зависе Блудница Блудит Должна спать Господом Спит С земными Царями Становится Жилищем Бесов Пристанищем Нечистым Духом Нечистым Птицем То есть Туда Все вот эти Вот Лжемысли Лжи Идеи Лжедухи Они проникают Они там Живут Она Блудодействует Со всеми Народами Все Цари Любодействуют С ней Разбогатеют Купцы Да Она Раскошествует Из нее Выйдет Рано или поздно Божий народ Божий народ Сейчас находится В ней Многие люди Но Чтобы не участвовать В ее грехах Бог скажет Выйди из нее Народ мой Она привлекает Людей Волшебством И чародейством При этом Она реально Волшебства И чародействия Этого нет Потому что Написано Что в нем Обманываются Просто народ То есть Это обман Она гонит Пророков И святых В ней Находится Кровь Пророков И святых И всех Законах На земле Дым От нее Будет восходить Во веки веков То есть Вот такая Участь Ожидает Блудницу По поводу Зверя По поводу Зверя Зверь Само по себе То есть Вот это Государство Да Оно Управляется Дьяволом Оно Скажем так Не имеет С Богом Вообще Ничего Общего То есть Если у этой Блудницы Еще было Что-то Общее С Богом То есть Она Помните Мешаться Не мог Потому что Эллины Эти Разные Абсолютно Язычники И верующий народ Они Постоянно Разные Есть Есть Другое Толкование Того Что Этот Зверь Является Римом То есть Это Толкование Базируется В том числе И на связи С этими Главами Откровений Что Прообраз Того Зверя Из книги Даниила Он Здесь же Выступает В образе Такого Зверя Который Обладает Властью Всех Четырех Зверей Он Захватывает Всю Землю И так Далее То есть Вполне Возможно Потому Что Как Рим Тогда Повел Себя С Иисусом Христом Управляясь Идеями Религиозной Организации Распинает Иисуса Христа В принципе Здесь Происходит То же Самое Несмотря На то Что Зверь Ведет Войну Со Святыми Помните Да Из Предыдущих Глав Зверь Убивает И так Далее Вся Кровь И Вся Как Сказано Это В ней Кровь Пророков И святых И всех Законных На земле 24 стих 18 глава То есть Виновата Вот именно Блудница То есть Зверь Работает Под Влиянием Под управлением Вот этой Блудницей Потом уже Зверь скинет Эту блудницу Растопчет И Сожжет Но До определенного Момента Она сидит На нем Сверху Такие вот Главы Такие вот Образы Ну хорошо Друзья На этом Мы закончим Наш Сегодняшний Урок Есть у кого Нибудь Какие Комментарии Пожелания Предложения Где-то Что-то Может быть Упущено 17-11 По поводу Зверя Восьмого Но я вам Напишу Потому что Смотр Да То есть 17-й главе Где идет Описание Зверя Там Действительно Происходит Несколько Событий Которые Ну явно Такого Политического Характера Как-то Вот там Передается Власть Один Наживает Там И так далее Если у вас Есть какие-то Идеи По поводу Очень сложно Мне вот Например Как-то Истолковать Я не Нахожу В историческом Контексте Каких-то Параллель Или еще Что-то Возможно Просто Я не Знаю Поэтому Вы Пришлите Мы Попробуем На Следующем Занятии Разобрать Данииля Там Формула Этого Зверя Зверя Номер Восемь Было Десять Рагу Потом Три Упали И Один Из них Вышил Малый Рог Это Получается Десять Миню Плюс Три Плюс Один Вот Это Как раз Формула Восьмого Зверя Тогда Пришлите Как можно Подробнее Чтобы Я Это Поизучал Посмотрел Потому Что Вы Помните Мой Вариант Толкования Пока Что Остаюсь Еще Я Не Уверен Я Не Могу Сказать На Сто Процент Но Мне Кажется Что Речь Данииля Она Все Так Идет О Греции Ибо Антиохи Епифании И Исторический Контекст Тов Времени Он Очень Сильно Совпадает С событиями То есть Это Похоже Все-таки Пишется О событиях Которые Имели Место Там Быть Но Вполне Возможно Что Либо События Прошлые Являются Правообразом Того Что Должно Случиться В будущем Что Просто Сплошь Рядом В Библии Либо Просто Напросто Толкование Того Что Речь Идет О Греции И об Антиохе Епифании Оно Неверно Это В принципе Вполне Вероятно Пока Для меня Слишком Много Плюсов В пользу Того Что Это Все-таки Захват Идет Греции Передача Антиоху Епифану Именно Он Режет Смею В этом Храме Верняет Вы Пришлите Свои Ссылки Я Поизучаю Еще раз Попробуем Поразбираться Потому что Интересная Тема Вот Дальше У нас Уже Будет 20 21 22 Глава То есть Я думаю Что В течение Двух Занятий Мы Разберем Это Финальный Аккорд Всего Того Что Должно Произойти Будет На Земле И Вот Еще Слышкин Да Да Елена Говорит И Вот Еще 18 Глава 7 Стих По Поводу Что Сижу Царицей Я Не Вдова И Не Увижу Горести Интересная Ссылка Исай 47 Глава 7 По 11 Стих Давайте Прочитаем Давайте Сейчас Прочитаем Исай 47 Вечно Вечно Буду Госпожой А Не Представляла Того В Уме Твоем Не Помышляла Что Будет После Но Ныне Выслушай Это Изнеженная Живущая Беспечная Говорящая В сердце Своем Я И Другой Подобный Мне Нет Не Буду Сидеть Вдовой Не Буду Знать Потери Тебе Замечательные Но Внезапно В один День Придет В тебе И то И другое Потери Детей И вдовство В полной Мере Придут Они На Тебя Несмотря На Множество Чародейств Твоих И на Великую Силу Волшебств Твоих Ибо Ты Надеялась На Злодейство Твое Говорил Никто Не Видит Меня Мудрость Твои Знания Твои Они Избили Тебя С Пути Ты Говорил Сердце Твое Я И Никто Кроме Меня И Придет На Тебя Беда Которой Ты Не Сил Будешь Отвратить И Внезапно Придет На Тебя Пагуба Которой Ты Не Думаешь Наверняка Это Тоже Говорится Религиозной Организацией Верующим Людям Собранию Людей Которые Должны Слушать Господа Совершенно Точно Смотрите Здесь Она Причем Называется В Пятом Стихе Исаия 47 Сиди Молча Иди В темноту Дочь Халдеев Вы Помните Халдейское Царство Это Есть Велом Ибо Впредь Буду Называть Тебя Госпожою Царства То есть Она Опять же Господствует Над Царем Да То есть Речь Идет О том же Самом То же Самое Тот же Самый Агресат Точно Так же Бог Говорит Да И Именно Отсюда Видимо Цитирует Иоанн Вот эти Вот строки Насчет Вдовства То есть Не буду сидеть Дого Не буду Ну да Что все Ничего не Случится Что что хочу То и делаю Вот такая Параллель Сильная Почему Она Так Говорит А здесь В Сае Очень Короче Расшифровка Да Понимает Да Очень Сильный Очень Хорошая Ссылка Спасибо Так Расшифровка